вот это вот центральная площадь бывшего болт района она такая или майданчик такой так называемый площади это не назовешь на типа как центральное место здесь кинотеатр родина который сейчас почему-то киноленд там вот стоит такая стела посвященную этом трем символа города город судостроителей рыбакова и еще там атомной или электронной промышленности там не разберешь к вот там вот бывший райком кпсс балтийского района сейчас там суд московского района вот трамвайные пути которые не действуют а я сейчас пойду такими подбородинками к улице тихорецкой сегодня 30 апреля 2022 года суббота как последний день апреля вот снимаю я сейчас основном как природа зеленеет у меня главный сюжет на уже все остальное но стационарно на месте вот природа она меняется каждый год несколько раз я это дело и снимаю щит такой указательный пойду я по улице школьной вот она эта улица школьная здесь вот так вот начинает совершенно в раздолбанном виде а дальше она там ее подремонтировали все таки я думаю что ее тут будет ремонтировать эту улицу вот этом на этом участке когда начнутся ремонтировать киевскую ну может следующим может не следующим посмотрим как будет развиваться международный обстановка эта школа забываю номер 16-19 иногда вот но здесь мог младшие классы в этом в этом комплексе немецком красивый корпус здесь немцев тоже была школа имени одного заслуженного учителя немецкого есть вот такой пятачок торговый он раньше так немножко повеселее смотрелся сейчас за под запущенном виде вот пойду туда вниз здесь идет спуск вниз к улице тихорецкой собственно говоря потом по тихорецкой пройдусь ну школу сейчас засниму вот там вот ниже уже дорогу сделали там еще такие развалы были жуткие раздолбанное все было но сейчас там проложили все и бордюрчик сделали и заасфальтировали хорошо сделали так часто раньше было несколько лет назад так страшно было ходить и ездить вот вот такой школьный комплекс здесь деревья все по обгрызали верхушки шума нибудь слишком высоко не росли вот эта площадь которую я с которой начал а видимо была центральной площадью поселка панарт который еще до слияния его с кёнигсбергом 1903 или 1905 году это я просто разные цифры видел даты пятый третий год так что да это в общем-то исторический центр поселка вот потом здесь стал болт район вот наш советский потом слились его присоединили к московскому району порядочили тут административно но это уже фокусы другие а так конечно сердцах народных и в умах народных в памяти это болт район и в понятиях тоже чтобы там не говорили что московский район ну да административно московский район а так это чисто географически это болт район поселок панарты все так его определять рамки хотя он конечно разросся вот много новостроек разных это вот улица школьная я вдоль нее иду по ней я идти не хочу сейчас вот я окрестности как бы снимая ее тут интересного так походить по травке чем по асфальту пройтись там живописные такие холмы это как бы рельеф снижается к пределю их приголе как по-русски я привык назвать предель на немецкий ладно у нас раньше так он назывался потом придумали русское название приголя или может вспомнили откуда вытащили я не знаю но мне привычный звать пригель без всяких намеков на приверженность к немецкого не это привычка здесь тем более это приголь мужского рода как бы до приголя женского да это наши топонимики пускай спорят друг другом я не буду вот вот такая возвышенность интересно здесь вот там вот новостройки ну как новостройки советские периоды и российские он так такие дома однообразные скучноватый у немцев все-таки немножко другая архитектура я постепенно ее то закрашивают то изничтожают ну жалко конечно вырос все-таки в окружении таких немецких домов и разваленный говорят это образы моего детства они не имеют там национальности там какой-то немецкая там или русской там просто пейзаж был вырос вот оно родное как говорят тогда я в этих вопросах не особенно разбирался но вот привык к тому что меня окружает такая архитектура вот домик в низинке еще один тоже он под ремонт вроде крыши ему не поменяли а когда вот крыши не поменяли этот становится немножко страшно значит дом может пойти под снос вот у него есть вот шифер еще даже стоит он прямо там дом большой вот так вот прямо так из-за березок там тоже черепица еще немецкая это у нас офис янтарь энерго ну электросети калининградский пункт приема посетителей главный что ли офис по решению вопросов всяких улица дарвина дом 10 не ошибаюсь адрес вот вот тот домик вот такой аккуратненький он буквально там несколько лет назад он был такой достаточно солнечного вида вот крышу поменяли сделали добротную покрасили внутри там конечно это уже другое дело внутри дома эти не ремонтируют ну а ну вот есть тревожный симптом что этот дом может не выжить сейчас я покажу сейчас я покажу сейчас к этому дому подойду вот черепица немецкая на него не меняли крышу то есть дом может быть долго не прожить дальше сейчас во первых в домах крыши первую очередь начали менять во многих то есть крышу поменяли то это уже залог того что дом будет сохранен а если не поменяли то это может закончиться плачевно до дома не эти домики всегда жалко ну душа немецкий душа и старые домики люблю старые дома любые русские немецкие там какие угодно да но тут сделали подвал вот этот положительный симптом что сделали подвал вы сделали по моему прошлом году и понятно и очень надпись написали такой но это уже не относится к этим самым к архитектуре думать обойду вот тоже овражек такой как бы подвал отремонтировали но это уже хорошо и вот так сделали цементно так что тут только по ним папа написали ладно надпись смотрите а она нет в общем-то да подвалы такие да вот как этот дом выглядит вот как выглядит настоящая немецкая черепица такая темненькая и кстати ее собирает очищает побольше хоть не выбрасывать но используют дальше там строительстве вот это правильно это ценный материал такой исторический тюльпанчик такой одинокий растет номер вы на боку дом 10 это я сейчас подошел к улице тихорецкий будет такие середине примерно вот здесь вот новый микрорайон там еще достраивается дом это советский район страшный за губы хрущевки такие по сути а значит вся вот этот рельеф он все уходит ниже ниже туда к самому пределю да и там совсем ряд такое болото ну я не знаю низменное очень там тростник этот растет там вот но я я думал что там больше строить не будет поскольку там почва такая сырая там уже какие-то там озерца такие но мне тут объяснил товарищ один который знает что будут и там строить вот я тогда сейчас на ту сторону переходить не буду ну то есть болото вот это которые там ведь я его как-то снимал хотя в принципе сейчас могу пройти пройти туда и показать обзор время есть немного дорогу только перейти это вот движение тут такое потому что-то авто общество автомобильного гаражи короче так вот это у нас загородили забором тут тоже был недострой такой жуткий да это катакомбы я его в свое время несколько раз снимал но вот решили конце концов от него избавиться но эти дома но они были построены года три-четыре там их несколько их несколько штук и там дальше строится сейчас туда подойду проверю как-то установка там нет народ тоже туда пойти где вот эти женщины пошли то будет проще протекает ручеек такой подземный многих местах вытекает протекает они нужно вернуться там я через те самые не не проберусь я вспомнил не очень хороший рельеф придется через воду перелезать вот пойду фишки по по основной его почистить конечно вот и может прелесть сделать сделать этом так что он и поглубже будет но это уже вот тут пока еще даже не убрали вот эти блоки это строительные дороги что ли как называется когда стройка идет укладывают для тяжелых строительной техники вот вот она пока еще его не демонтировали потому что строительство продолжается так вот этот ручеек идет идет дальше он заворачивает вправо вот поэтому я подумал что там перелезу этом или не перелезу через это самое могу и не перелезть там досок доски валялись через них можно было в общем этот район моему удивлению не за многие удивились решили все-таки освоить с точки зрения жилищного строительства вот вот тут как говорят дешевая земля даже не города края на края на края на район решили значит строить здесь и сюда вывозили мусор там мусор не помойку да вот такой строительный мусор для того чтобы укрепить землю там вот создать ее как-то сделать не такой важный чтобы этот строительный момент и когда все подплощадка засыпается а потом там на него не значит строить что вот с ручей вот он такой типовой я думаю что до него доберут вот обязательно доберутся сделают это не такая уже большая работа по большому счету привести это дело в порядок но как говорят даже небольшой работой нас заниматься так тут конечно печально зрелище калининград еще таких мест было навалом сейчас их плане про катастрофически такие места исчезают с одной стороны радует конечно с другой стороны прямо печаль думаешь господи старые времена уходит наступает новый чисто эмоционально чисто эмоционально конечно вот микрорайон с левой стороны потихорецкой а вот тут вот вот там такое пространство мать огромная туда поступающих железной дороги она свободно но на такой болотистый нот в такой типичное место это судно и вот это тоже можно понять почише болото там вот дом начали строить и за ним начали мост строить там большой мост через железнодорожные пути на киевской там рядом начали вот грунт выступает насыпают сюда сваливают все вот вот ну очень еще вот этого не было нагромождение грунта сейчас все больше и больше он там всякие блоки строительные вместе с мусором сам кирпичи всякие то есть почву готовит а там дальше он камыш растет и вот вроде как бы этот камыш тоже должны освоить там и сделать туда микрорайон насколько тут нормально жить я не знаю не очень ну наверное дешево люди согласны на все строители так с каким главное девушка заработать каждый решает свою задачу вот дома тут вроде эти строить вроде нормальный так вот вот эти имею ввиду цвет комплекс то есть вот тут дома будут стоять я так понимаю скоро все это будет закрыта и вот там вот дальше там там большие там чуть ли не озера даже есть вреда и озера тоже засыпется минуты все это дело превратят большой жилищный комплекс ну в общем я периодически это место встречая смотрю удивляюсь я не строитель и некоторых вопросах во многих вопросах и мало разбираюсь вот так вот учусь смотрю как используется территории вот калининграда под жильем что-то делают вот хотя вот когда вот этот микрорайон будет построен там до конца да вот я мало конечно буду приходить я люблю снимать стройки как-то изменяется ландшафт вот изменение планшафт и люблю снимать а когда он допустим устаканец как говорят ну чего его снимать ну разве что там посадят деревья и смотреть как будет улучшаться там инфраструктура внутренняя а так ну дома они чё там дома как дома как говорят симпатичные начали заселяться вот и балкону говорят вам есть свои неудобства в этих то этих балконах стеклянных тоже определенные неудобства есть но так вот зайти вот за тот дом сейчас кстати посмотреть эти озерца все не облачно так очень-то тепло я хоть куртки но ветер дух солнце за облаком так тепло люди уже начинают ходить без рукав как так вот но я на всякий случай сколько я щас их немножко простужен и старайся берегу насчет старых тот дом пока еще достраивает а этот уже начали заселять территория узнай что не буду наверно застроить тоже дал сейчас подойду к самым самим камышам практически будет видно там еще ниже ну вот пейзаж камыши я тут был когда зимой что лили поздней осенью но вот эти вот озерца конечно не зерца прямом смысле но водоемчик конкретный тут видно что же стройматериал что это грунт который ну завезли сюда строительный мусор картина озеро мокрое там дальше какие-то всякие промзонов скидать а вот мне сказали что это тоже все засыпят вот эти вот подоемчики вот и здесь дома тоже будет строить не знаю как это будет строить сказали что да в планах есть такое что вот на месте вот это озеро будет дом стоять за подвал это назвать что ли все дома наверно будет что там пересчитан что-то там кого-то сверчок уже давно не помню за дверь может звуки скидывать еще точно ну тут не глубоко я посыдаю вода прозрачная глубина не глубоко вышло видно вот сколько там минут мне осталось солнце светит я не вижу четыре минуты так я забыл сворачивать в левом я показал райончик перспективный для строительства как говорят да не глубоко там тем не менее тем не менее ям а дальше железная дорога большие ушки идет в сторону польши в сторону нашего мамонова а там гаражное общество я туда не пойду так ну что сворачиваю сюда и возвращаясь на улицу тихо резко инспектирование территории произвел я когда начинается пара такая более теплая территорий смотрю что изменилась и как правило что меняет у нас такое достаточно бурно строится в нашем районе идет ну да вообще в общем городе катастрофически все меняется там три минуты осталось мне ролика я успею выйти на улицу тихо резко наверное и нам еще тоже не нужно за сниму хотя не надо будет идти против против солнца вот я не знаю как не будет снимать вот но завтра 1 мая 1 мая некоторые ролики мои смотрят те кто ну не в калининграде живет удивляется у вас какая весна да у нас весна уже где-то как вторая половина мая где-то большой россии говорят 6 сам только что из москвы вернулся так недавно вот и там еще почки только начали только-только набухать а тут уже вот уже отцвела вишня уже начала цветами получа начала цветать уже такая ранняя осень и ранняя весна уже прошла что-то пилят ой новые люки вчера снимал кенигсберг а тут вот калининград раньше здесь нельзя было пройти вот буквально еще осенью тут было все завалено загорожено стройкой сейчас вроде как проход есть хотя и число я не уверен а кстати селять уже начали велосипеды стоят на балконах еще тут ну нормально правильно я был не уверен уткнулся я в тупик нынче по войду он там дом строится мы немножко времени мне осталось тогда я сейчас пройдусь обратно вот облака какие красивые небо голубое прекрасно смотрится сейчас он сам остановится вот так вот вот так вот Продолжение следует...